Уважаемые коллеги, как всегда, прошу поставить плюсики в чат, если видите и слышите меня хорошо. Ага, вижу реакцию, спасибо. Ну что ж, сегодня у нас последний вебинар недели, посвящен он будет вопросу создания осей времени или таймлайнов, но, как всегда, пару слов в начале, перед началом вебинара. В самом начале чата вы видите две полезные ссылки. Первая из них ведет на расписание наших вебинаров. По этой ссылке вы можете зарегистрироваться на все вебинары первого полугодия. Ну, уже от первого полугодия не так много осталось. Конец мая и до середины июня будут длиться наши вебинары. Раз уж я говорю о расписании, давайте запишу в чат два предстоящих вебинара, два ближайших предстоящих вебинара. Первый из них, так, я что-то с цветами попутал немножко. Вот так вот. Первый вебинар будет проходить 30 числа, во вторник, если не изменяет память. Будет он называться аналитические инструменты для обучения чтению с помощью ЭБС Библиошкола, инновационный продукт для школьного образования. И будут вести этот вебинар основной докладчик Анастасия Бончасмоловская из Высшей школы экономики и судокладчик Константин Костюк из Директ Медиа, наш генеральный директор. И второй вебинар будет посвящен интерактивным путешествиям как способу подачи учебного материала. Эти, как сегодняшний, так и вот этот вот второй вебинар, это сокращенные версии тем одного из моих курсов, посвященных разработке электронного учебного контента. И это достаточно серьезные темы. Я, в общем-то, понимаю, почему сегодня у нас собралось не так много народа, как на предыдущих вебинарах обзорного характера. Ну, хотя вебинары по видео были не такого уж обзорного характера, там было достаточно много уже и глубоких вещей. Вот этот вебинар и последующий, на который я вас тоже зову. Это вебинары достаточно интересные и глубокие. Каждый из них посвящен одному сервису, но зато позволяющий его достаточно глубоко изучить и начать использовать. Я надеюсь, что все из вас смогли открыть окошко ресурсы, которое находится справа от нашей презентации сегодняшней. Если кто-то не смог, скажите в чате, я объясню, потому что объясняю на каждом вебинаре, я отнимаю время тем самым. Надеюсь, что все из вас это смогут сделать. Сегодня вы можете скачать из окошка ресурсы как текущую презентацию, так и один файл, который мы будем рассматривать в скором времени, а также там ссылки на наш учебный канал, на расписание вебинаров, на страницу Директ Медиа в Фейсбуке и, собственно, на сам сервис, который мы сегодня и будем изучать. Сервис называется вот так. Сейчас я дам его в чат, эту ссылочку. Сервис называется Timeline.js. Ну и последнее перед тем, как начать наш вебинар. Повторяю, что все присутствующие на вебинаре получат бесплатный электронный именной сертификат. Вам придет на вашу почту ссылка. По этой ссылке надо будет перейти на портал, зарегистрироваться там и получить ссылку на скачивание самого сертификата. Итак, приступим к нашей сегодняшней теме. И, конечно, да, вот первое, что я хотел бы вам привести. Если вы скачаете презентацию вебинара, вы получите возможность перейти по вот этим ссылкам полезным. Здесь две полезные статьи по истории таймлайна как такового. Сейчас мы об этом поговорим тоже немножко. Есть примеры таймлайнов очень интересные, нестандартные, так сказать, ручного изготовления. Здесь приводится список сервисов для работы с осями времени, альтернативные к тому, что мы будем изучать. Они все попроще. И, в принципе, освоив таймлайн как таковой, вы сможете выбрать любой из этих сервисов. Но, однако же, я вам рекомендую именно тот, который мы сегодня будем изучать. писать, тем не менее, привожу и вот этот список тоже. Ну и сегодня мы с вами посмотрим ряд роликов, которые посвящены сегодняшней теме, учебных роликов. Это вот эти вот ролики. А еще в качестве исторического контекста есть ролики, посвященные сервису DPT.com. Этот сервис, как вы видите, я не прибел вот этому списке альтернативных сервисов. Это был один из лучших сервисов, с которым можно было иметь дело. Но, к сожалению, примерно год назад он прекратил свое существование. И зачем я привожу здесь эти ролики? Вот эти ролики с третьего по пятый можно не смотреть. А первые два ролика, они носят такой ознакомительный характер с концепцией таймлайна, поэтому они продолжают быть полезными и их можно посмотреть. Сегодня мы их смотреть не будем, но вы можете по вот этим ссылкам их найти и посмотреть потом самостоятельно. Итак, концепция оси времени или таймлайна – это одна из самых плодотворных концепций визуализации информации. Ее значимость состоит в том, что временной контекст является одним из основных контекстов, в котором мы рассматриваем любую информацию. И это, конечно, не только исторический контекст. Напомню, что любая наука и любой предмет имеет свою историю. Если вы преподаете физику, то есть история физики. Если вы преподаете математику, то есть история математики. И знание этого исторического контекста, конечно, входит в саму дисциплину. Ну, хотя бы потому, что представлять, в какой последовательности были сделаны открытия, те или иные открытия – это очень важно. Потому что без знания этого контекста непонятно было, как развивалась наука и почему именно сначала появились такие концепции, а потом другие. Почему сначала появилась Ньютоновская физика, а только после нее Эйнштейновская физика. Почему квантовая механика не могла возникнуть в XVIII веке и так далее. Это, кстати, особенно для слушателей младшего возраста, для школьников это не всегда понятно. Вообще хочу сказать, что если кто-то из вас имеет отношение к обучению школьников и, короче говоря, ваши слушатели младшего образа, тем полезнее для вас будет таймлайн, потому что временной контекст в голове у человека образуется не сразу. и если вы помните себя там по 4-му, 5-му, 6-му классу, когда у вас началась история, это же бесконечно трудно представить, что было в прошлом два века назад, а что было два тысячелетия назад. И все это ужасно путается в голове. Египтяне, древние греки, крита-мекенская цивилизация, Александр Македонский, и никто не задумается над тем, что там крита-мекенская цивилизация была на тысячу лет раньше, чем Александр Македонский, то есть это их разделяло столько же времени, сколько нас с святым князем Владимиром, а ось времени – это очень хороший способ сразу поставить все на свои места. Когда мы вводим эту ось, то временной контекст помещается в пространстве, а пространство для нас наиболее приемлемый способ визуализации, потому что глазами мы разделяем и мы способны рассматривать именно картинку, да, и, соответственно, нам очень удобно представлять время в виде линии, которая течет сверху вниз или слева направо, вот, и размещать эти различные события, помечая их различными формами контента, такими как тексты, картинки, видео на вот этой вот самой оси. Разумеется, самой концепции оси времени гораздо больше времени, чем компьютерной техники и вообще понятию интерактивности. Появилась она еще, если не изменяет память, в 18 веке первые варианты таких осей времени. в 19 веке уже достаточно хорошо продвинулась и существовала она в виде полиграфической продукции, вот, в виде обычных картинок. Вот такие вот картинки мы можем сейчас посмотреть. Вторая картинка, хоть и достаточно современная, но тоже не интерактивная. это история компании Sony в предметах, которые она выпускала, продуктах, которые она выпускала. Ну и вот мой любимый пример, вы его сможете посмотреть, скачать целый файл. Это такой плакат огромный, видимо, который должен был висеть в кабинете истории. Давайте, сейчас я вам покажу, что он из себя представляет. он у нас есть даже, сейчас, одну минутку. Даже есть вот в таком вот виде, сейчас мы его увеличим, и еще можно немножко увеличить. Это такая линия времени, в данном случае, которая идет сверху вниз, от 2000-го года до нашей эры, до 1950-го года, в районе которого вот этот плакат был выпущен. Здесь показана взаимная мощь различных цивилизаций, которые существовали в то время. вот такие вот реки текут сверху вниз, они то утончаются, то увеличиваются. Некоторые цивилизации сходят на нет. Если мы перемотаем дальше, где-то там ближе к концу уже и Россию можно найти. Да, сейчас не вижу, но где-то, где-то тут есть, тоже достаточно значительная речка такая. Вот, разглядывать эту карту можно, конечно, несколько часов. И я думаю, что разглядывание этой карты, оно может быть даже полезнее, чем, ну не хочу сказать, чем учебник по истории, да. Но, по крайней мере, ставят на место некоторые вещи и становится понятно, кто когда существовал, кто когда имел влияние, а когда уже не имел влияния. И вот такая подача информации, конечно, очень сильна. Но давайте, тем не менее, вернемся к нашей презентации. Еще один исторический пример – это карта Минара. Обычно ее приводят как пример, один из первых примеров инфографики. В данном случае я хочу обратить внимание, что тут есть тоже некая ось времени. Ну, кто не знает это произведение, это график нашествия Наполеона на Россию. Вот толщина вот этого светло-коричневого ручейка – это та численность армии, с которой Наполеон вошел в Россию. А черный ручеек – это то количество, с которым Наполеон покинул Россию. Вот очень интересная информация. Вот тут оказывается, что к Бородинскому сражению на самом деле большая часть армии уже была Наполеоном потеряна. Причем потеряна не в боях, а с эпидемиями, с непродуманной логистикой и так далее. Ну, не суть. Обычно вот эту карту представляют как первую инфографику. Я же хочу ее привести в пример, как пример оси времени. Как видим, вот здесь даты проставлены. И хотя эта ось, она такая чисто умозрительная, тем не менее она существует. Ну и да, вот один из примеров я все-таки на вот этом экране вам покажу, потому что он такой достаточно хороший. Один из примеров уже интерактивных осей времени и как раз такого сервиса. Да, ну есть еще один такой промежуточный этап. Начало эпохи мультимедия, 90-е годы, когда стали выходить мультимедийные диски. Тогда тоже оси времени делали, но каждая ось времени превращалась в такую ручную работу программиста и дизайнера. Это было очень сложно, занимало месяцы работы. Было, конечно, это иногда шикарно сделано, особенно в дисках дорогих, там от крупных компаний. Но, тем не менее, это было недоступно простым авторам, которые хотели бы такой инструмент тоже иметь. А вот с появлением интернета и концепции Web 2.0, которая заключается в том, что вы подгружаете свой контент на какие-то облачные сервисы и этот облачный сервис поставляет вам свой движок для того, чтобы этот контент каким-то образом оживить. С появлением этой концепции появилось много сервисов, в том числе по созданию таймлайнов десятки сервисов появились. Один из лучших был гиптиком, на нем очень хорошо показывать эту интерактивность. Конечно, от интерактивности оси времени очень сильно выиграли. Выиграли по той причине, что не всегда можно все отобразить на оси времени в режиме полиграфии. Например, некоторые события располагаются очень близко, а некоторые далеко друг от друга и либо приходится искажать ось времени или каким-то образом рисовать не так, либо придумывать что-то. Какие-то вставки и так далее. А вот ось времени, которую можно произвольным образом масштабировать, она очень хорошо подходит в этом случае. Ну и вот смотрите, какие здесь были приняты решения. Во-первых, эту ось времени можно вот так вот руками масштабировать, задавать масштаб больше или меньше. Во-вторых, ну разумеется, эту ось времени можно просто перелистывать, потому что она не помещается на один экран. Просто таскать туда-сюда. Так, ну не совсем горизонтально получилось, но тем не менее. В-третьих, интерактивность заключается в том, что вот здесь вот такие вот плюсики есть, и их можно расширить, и тогда в этом месте ось расширяется и появляются новые события. Ну и последнее, что есть, это на каждое из этих событий можно щелкнуть и получить его подробное описание. Мы сегодня будем заниматься немножко другим видом осей времени, но примерно все тоже есть и здесь. Итак, сервис Timeline.js, который я ссылку на него привел. Можно его прямо посмотреть. Чем он отличается, чем он хорош, чем он плох? Он очень хорош тем, что во-первых, на нем не надо регистрироваться. Во-вторых, он бесплатный абсолютно. Хорош и одновременно плох он тем, что в нем нет собственного интерфейса для создания оси времени, зато все его события описываются в специальной табличке. Для того, чтобы эту табличку сделать, надо иметь аккаунт на Google и использовать таблички Google для описания оси времени. Почему это плохо? Потому что для некоторых это является некой преградой. Не все имеют гугловские аккаунты и не все используют таблицы Google. Хотя они, конечно, почти один в один напоминают экселевские таблицы. Ничего там сложного нет. Почему это хорошо? Потому что это, на самом деле, очень мощный инструмент. И это после того, как этот инструмент освоишь, создавать таймлайны гораздо быстрее, чем при помощи сервисов с индивидуальным интерфейсом, когда каждое событие описывается специальной формой. И в эту форму надо копипейстом вносить свои данные, отлаживать каждое событие. В общем, это, в конце концов, получается в несколько раз быстрее с использованием такой технологии. Прелесть этого сервиса еще заключается в том, что вся работа, собственно, по созданию таймлайна, кроме создания таблицы, которая, как я уже сказал, осуществляется в сервисе Google таблицы, производится на единственной странице, она же и главная страница сервиса, за четыре шага. Вот эти шаги. Сначала вы подгружаете к себе шаблон той таблицы, с которой будете работать. Если вы однажды делали это, то это можно уже повторно не делать, а просто использовать файл такого типа еще раз. После этого этот шаблон открывается у вас в вашем Google аккаунте. С этим шаблоном, это еще шаблон, с ним ничего нельзя делать, его править нельзя. Надо сразу нажать на кнопку «Использовать этот шаблон». Сейчас мы это все закрепим в учебном фильме. Появляется вот такой вот файл, который уже можно править. Здесь сразу можно задать свое собственное имя, какое вам удобно. А и вот этот файл уже начинать каким-то образом править. После этого надо в этот файл записать те, убрать то, что там было для примера и поместить туда свои собственные события. Ну вот я для начала просто попробовал занести свои русские тексты в одно из событий. Это название просто поместил сюда «Мастера Маргарита», первый абзац из этого произведения и ссылку на эту сцену на YouTube. Следующим шагом мы должны таблицу опубликовать. Ну да, здесь я, конечно, скрываю тот период, когда вы эту таблицу заполняете. Мы об этом поговорим отдельно. Следующим этапом мы должны таблицу опубликовать. Что значит опубликовать страницу? Дело в том, что страница в Google Документах, несмотря на то, что она существует в облаке, она в этот момент времени пока доступна только для вас. Для того, чтобы сервис смог взять из нее данные, вы должны осуществить операцию публикации в интернете. Вот эту операцию вы делаете следующим образом. Нажимаете на кнопку «Файл» и «Опубликовать в интернете». Появляется следующее окошко, из которого можно забрать вот этот вот код. Этот код и является тем кодом, которым на следующем шаге, на третьем шаге вы заполняете специальную форму в сервисе Timeline.js. После этого остается сделать некоторое количество настроек. Они очень просты. Это ширина вашего таймлайна, высота вашего таймлайна. Это можно все оставить по умолчанию. Там стоят разумные величины. Можете чуть-чуть подправить. И еще несколько параметров, среди которых я посоветовал бы только исправить язык, английский исправить на русский, и тогда у вас в самом таймлайне интерфейс таймлайна будет русский. Все остальное можно оставить неизменным. Какие тут еще возможны варианты? Это изменение шрифта, изменение начального слайда. Можно не с первого слайда показывать. Изменение начального масштаба. Можно сделать его больше или меньше. Также можно начать с конца таймлайна. Поместить сам таймлайн не снизу, а сверху. Я имею ввиду саму ось времени. Не картинки, не слайды, а картинки. Ну и можно еще сделать каждый из слайдов адресуемых, потому что по умолчанию адресуема только ось времени, и через ссылку можно передать только саму ось времени. Если вы ее откроете в новом окне, она вновь откроется на своей обложке на первой странице, а не на том слайде, с которого вы скопировали эту ссылку. Если же вы здесь взведете галочку, то каждый слайд будет адресуемым в пространстве интернета. Ну и самый последний шаг. Можно посмотреть, что получилось, тыкнув на эту кнопочку Open Preview и на New Window. Либо забрать код вставки, который можно вставить в свой электронный контент, в свой электронный курс. Вообще в любой свой ресурс, к которому вы имеете доступ. В блог, на сайт и так далее. Вот и вся работа, которая делается с таймлайном. Ну и вот мы убедились, что наш кадр появился в этом самом таймлайне. А теперь давайте посмотрим первые два ролика, которые закрепляют тот самый материал, о котором мы с вами говорили. И в том числе и показывает внешний вид тех осей времени, которые появляются таким вот образом. На время ролика я... Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы с вами продолжаем наши учебные занятия в цикле «Практикум автора учебного контента». И сегодня я вам расскажу про замечательный сервис, который называется Timeline.js. Сервис предназначен для создания осей времени или таймлайнов. Подробнее о таймлайнах вы можете посмотреть цикл моих видеороликов, записанных несколько раньше. Ссылочку на этот цикл можете посмотреть в подписи к данному видеоролику. Сегодня я не буду вам говорить о том, что такое таймлайн, для чего он нужен и чем он хорош. Мы будем исходить из того, что это очевидно, и то, для чего вы будете применять ось времени, вам понятно. Скажу лишь то, что ось времени – это один из наиболее мощных аппаратов, который может применяться как в средствах массовой информации, так и в блогах, в сайтах и, конечно, в электронных учебных курсах. Timeline.js – это один из сервисов, не единственный, при помощи которого можно создавать оси времени, но, на мой взгляд, на настоящий момент один из самых продвинутых, и я бы даже его назвал полупрофессиональным. Этим сервисом не гнушаются пользоваться такие СМИ, как Коммерсант, Лента.ру и многие другие. Вы можете увидеть оси времени, изготовленные в этом сервисе практически в любом крупном СМИ. Авторами этого сервиса является группа энтузиастов из Северо-Восточного университета в Бостоне. У них есть еще несколько известных сервисов, которые они сделали, такие как сервис StoryMap, сервис SoundSite, о котором я рассказывал ранее, и некоторые другие. Но сервис Timeline.js, наверное, самый известный их сервис и самый популярный. Сегодня мы с вами посмотрим, как работать в этом сервисе, причем рассмотрим самую новую его версию, Timeline.js 3, это третья версия сервиса Timeline. Она находится пока в состоянии бета, но вот уже этой осенью, как обещают разработчики в сентябре этого года, она должна стать основной версией этого сервиса. Как выглядят таймлайны, изготовленные при помощи сервиса Timeline.js? С двумя примерами вы можете ознакомиться прямо на главной странице сервиса. Давайте посмотрим один из них. Вот он загружается, и вот так выглядит примерно таймлайн. Снизу мы видим вот такую вот панель. На ней, собственно, располагаются годы и отметки событий. События — это вот такие вот вкладочки, на которых есть какое-то небольшое изображение и надпись. При нажатии на это событие происходит его возникновение в поле сверху. Ну, давайте посмотрим, как это все работает. Во-первых, события можно переключать при помощи кнопочек вперед и назад. Вот эти кнопочки. Они перещелкиваются. Вот я сейчас назад возвращаюсь. Обратите внимание, что при этом снизу происходит тоже перещелкивание между разными событиями. Давайте я еще раз нарисую. Вот сейчас воспроизводится вот это вот событие. Оно относится к 1983 году. Ну, и мы видим, что рядом располагается ось, на которой точками обозначены другие события, а вот такими вот вкладками заглавия этих событий. На основном поле события располагается описание события и какой-то медиафайл. В качестве медиафайла может присутствовать просто надпись какая-то, видео, картинка, некая интерактивная область и так далее. Сегодня мы познакомимся с полным составом медиа объектов, которые могут располагаться в окне события. Справа располагается заголовок, описание события и дата, когда все это произошло. Непосредственно под медиа объектом может располагаться его краткое название, а также ссылка на источник этого медиа объекта. Вот, собственно, и все. Ну, еще, наверное, надо добавить, что эта ось времени интерактивная, потому что ее можно вот так вот передвигать. Можно вызывать события нажатием на его вкладыш. Вот так вот. Можно также увеличивать или уменьшать масштаб. Сейчас я это сделаю. Вот сейчас я уменьшаю масштаб. Соответственно, события по оси времени раздвигаются. А вот так я его увеличиваю и события сдвигаются на оси времени. Ну, кроме всего прочего, есть еще кнопочка вот эта, которая ведет к началу нашей оси времени. Вот, собственно, и все. Функционал простой и очень полезный. Больше по этому поводу, наверное, не стоит говорить. Давайте, разве что, я вам еще покажу тот пример, который приводится в конце страницы. Вот он, более современный такой пример, на котором располагаются разные виды событий. Вот, например, Google Map с возможностью интерактивно просматривать эту карту, как полагается. Это просто твит из твиттера, который можно по ссылке расположить в таймлайне. Это изображение из сервиса Flickr. Это видеоролик с Vimeo. Это, ну вот тут, видимо, достаточно долго загружается. Это звук с сервиса SoundCloud. Это видео с YouTube. И снова изображение с Flickr. Мы подробнее остановимся на всех этих видах. И я вам покажу, как это делается. На этом вступление в сервис Timeline.js можно считать законченным. И теперь мы посмотрим, как можно создать такую ось времени. Сервис Timeline. Чем хорош сервис Timeline? Главное его преимущество заключается в том, что вся работа автоматизирована. Вам не надо добавлять каждое событие по одному, размещая его описание в соответствующих графах какой-нибудь формы ввода, как это делается в большинстве других сервисов. Работа с сервисом Timeline.js происходит следующим образом. Вы можете подготавливать результат в любой удобной для вас таблице, например, в Excel. Но конечный результат вы должны перенести в специально сформированный файл в Google Доках. В чем же основное преимущество сервиса Timeline.js? На мой взгляд, основное его преимущество заключается в том, что этот сервис позволяет автоматизировать создание осей времени. Автоматизация происходит за счет использования таблиц. Timeline.js использует таблицы из Google Документов. Следовательно, вам, прежде чем работать с таймлайном, придется обзавестись аккаунтом в Google. Подготавливать данные к таймлайну можно в любой таблице, но окончательные его результаты надо разместить в специально форматированной таблице Google Doc. Как все это делается? Да, я совсем забыл сказать, что прелесть Timeline.js заключается, кроме его бесплатности, заключается еще и в том, что на нем не надо даже регистрироваться. Весь сервис, по сути дела, сосредоточен на главной странице сервиса и прямо с этой главной страницы, с единственной страницы, вы производите четыре шага, после которого ваша ось времени создается и отображается. Давайте пролистаем эту страничку и начнем с этих шагов. Первый шаг – это создание таблицы по специальному шаблону. Вот он этот шаблон. Для того, чтобы с ним работать, надо просто нажать на эту кнопочку. Вот он загрузился. С его форматом мы познакомимся чуть попозже. Вот загрузился этот шаблон. Теперь вы должны нажать на кнопку «Использовать этот шаблон». Давайте, это достаточно важно, я это место подчеркну. Вот эта кнопочка. Итак, нажимаем на эту кнопку. И у нас в наших Google документах открывается вот такой вот файл. Мы можем его сохранить под любым именем. Вот сейчас мы можем просто взять и написать здесь «Пример оси времени». Вот под таким именем, допустим, мы можем запомнить это название. Достаточно просто перевести куда-то курсор, и этот файл запомнится у вас в Google документах. После того, как вы заполнили эту табличку своими событиями, мы можем перейти к следующему шагу. Давайте посмотрим, что надо сделать в следующем шаге. В следующем шаге нам объясняется, как сохранить данные таблицы для того, чтобы сервис Timeline.js увидел эту таблицу. А сделать, оказывается, достаточно просто. Надо опубликовать данную таблицу в интернете и перенести соответствующую ссылку в сервис Timeline.js. Делается это очень просто. Смотрите, мы снова находимся в Google документах. Итак, мы поправили нашу таблицу, как нам было нужно, и после этого мы делаем следующее. Мы заходим в меню файл, находим там строчку «Опубликовать в интернете» и просто нажимаем на кнопочку «Опубликовать». В открывшемся окне нажимаем на кнопку «Ок» и копируем вот эту вот ссылочку, которая у нас появилась, для переноса в сервис Timeline.js. Второй шаг из четырех мы сделали. Ну что ж, переходим к третьему шагу, в котором мы должны перенести нашу ссылку вот в это окошечко. Я нажимаю на Ctrl V и переношу сюда нашу ссылочку на опубликованную таблицу. После этого мы можем настроить внешний вид нашей оси времени. Давайте рассмотрим параметры. Сразу откроем дополнительные параметры, чтобы было понятно, что и как. Тут есть несколько основных параметров и несколько дополнительных. Вот эти параметры описывают ширину и высоту нашей оси времени. И ширину и высоту можно задавать либо в пикселях, либо в процентах. В настоящий момент задано 100% ширины и 650 пикселей высоты. Это значение по умолчанию. В настоящий момент оно нас устраивает, мы не будем его исправлять. Давайте посмотрим дополнительные параметры. Во-первых, надо выбрать язык. Я хочу вам сказать, что выбор этот не настолько важен, потому что очень мало параметров таймлайна зависит от языка. Тем не менее, давайте выберем русский язык. Выберем шрифты. Можно оставить шрифты по умолчанию. Есть еще некоторый набор шрифтов, которые можно использовать. Я бы советовал вам использовать самые простые шрифты Джоджа и Гильветика. Вот эти вот. Просто потому, что это, кажется, единственный набор шрифтов в сервисе, который полностью соответствует как в английском, так и в русском языках. К сожалению, все остальные красивые наборы существуют только в английском языке, а в русском языке они заменяются какими-то палеотивами, которые совсем не так красивы. Поэтому я вам предлагаю использовать вот такой набор Джоджа и Гильветика. Давайте вот так вот подчеркнем его, чтобы это было видно. Дальше можно ничего не править. Все сделано по уму здесь. Но если вы хотите что-то изменить, то ради бога. Какие здесь настройки возможны? Первая настройка. Вот эта вот. Это настройка «Начать таймлайн в конце». Это говорит о том, что когда ваш таймлайн откроется, то он откроется не на самом первом событии, а на самом последнем, на том, который располагается ближе к нашему времени. Иногда это бывает удобно тоже. Вот эта вот настройка, галочка, позволяет переместить информацию о времени, то есть саму ось времени, не события, а то место, где располагаются даты, снизу наверх. На мой взгляд, это очень неудобно, но такая возможность есть. Третья настройка «Дебаг» позволяет отлаживать ось времени, если там есть какие-то ошибки. Не так часто приходится ее использовать, но тем не менее для отладки она нужна. Дальше еще можно делать следующее. Можно указать стартовый слайд, отличный от начального и конечного. Вот здесь вот. Например, вы можете захотеть сделать стартовым слайдом третий. И тогда запишите сюда третий слайд. Ну и последняя настройка – это степень увеличения. По умолчанию стоит два. Если бы там стояла ноль, это означало бы, что все наши события помещаются на одном экране. Ну, соответственно, два означает, что они помещаются примерно на четырех экранах, три – на восьми экранах и так далее. Это такая вот степень увеличения масштаба. Это все равно, что в самом начале вы бы несколько раз нажали бы на кнопки «плюс» и «минус» слева от нашего таймлайна. Вот и все настройки. Больше никаких настроек нет. Теперь мы можем перейти спокойно к следующему шагу. К четвертому шагу. Четвертый шаг состоит в просмотре и в том, что вы можете взять вот этот вот код и вставить его в любое место, которое вам удобно. В вашем собственном электронном учебном курсе, в блоге, на сайте и так далее. Для того, чтобы посмотреть, как это все выглядит, мы можем либо нажать «превью», которое по умолчанию и так уже нажато, либо, если мы хотим это сделать в отдельном окне, нажать на вот такую вот кнопочку и переходим к просмотру. Ну вот, собственно, так как мы ничего не изменяли, мы снова оказываемся вот в этом таймлайне, который является примером и так далее. Вот и все с нашими четырьмя шагами. Сделать это очень легко. Теперь переходим к самому важному, к тому, как заполнить таблицу и чем она эта таблица характеризуется. Ну вот, мы посмотрели первые два ролика. Сейчас я хотел бы показать вам еще несколько слайдов специально для тех, кто работает в системе Moodle. Вот тут краткий показ того, как вставить этот код в ваш курс в системе Moodle. На самом деле, где бы вы ни делали ваш курс, это сделать достаточно просто. Ну вот, я вот покажу. На самом деле, я давно уже использую другие возможности для создания курсов. Но вот в свое время я использовал Moodle и знаю, что он до сих пор популярен. Переходим в режим редактирования. Появляются вот такие вот элементики. Редактировать у нас. Переходим в тот текстовый блок, в который мы хотим вставить ось времени. Делаем редактировать настройки. После этого попадаем в наш текстовый блок и включаем в нем редактор HTML. Там специальная кнопочка есть для этого режима. Вставляем вот этот код, который только что получили из сервиса вот сюда. Снова переходим в режим просмотра и видим, что у нас вставилась наша ось времени вот прямо в наш кадрик. Ну и уже выходя из режима редактирования, получаем его вставленными в нашу страничку. Тут, правда, страничка сама узкая, поэтому это не очень красиво получилось. А так вообще она должна быть немножко пошире, конечно, ось времени. Вот, ну, собственно, нет, до конца мы еще не дошли. А теперь мы рассмотрим как раз вопросы, как же нам редактировать таблицу с тем, чтобы получить наш результат. Это такая основная, выходит, что это основная работа над нашим таймлайном в связи с тем, что все остальные работы упрощены до вот этих вот четырех шагов, которые на самом-то деле являются двумя шагами. Первые два шага это просто поясняющие шаги, да, шаги. И начиная со второй оси времени вы уже шаблон не скачиваете, а просто используете тот файл, который у вас есть, модифицируете его, делаете его копии и больше вам ничего не надо. Вот. Итак, посмотрим теперь ролики, которые показывают, как же нам заполнить табличку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте посмотрим наш пример, который мы скачали. Я вам расскажу про те поля, которые в этой таблице есть. В этой таблице достаточно много полей, но не все их обязательно заполнять. Иногда достаточно четырех-пяти полей для того, чтобы все это заработало. Одни из самых важных полей это поля А, Б, С и Д. Это поля начала события. Начало события либо единственной даты события, если мы не собираемся воспроизводить интервал. В поле ЕР, вот в первом поле А, да, располагается год события. Вот если мы посмотрим события под номером, идущие в строчке 3, это 2012 год. В поле Б это месяц, Month. Здесь мы можем указать численное значение месяца от 1 до 12. Вот, например, в строчке 4 идет ноябрь. Дальше мы можем по лице располагать день. Вот оно, 1 ноября. Всего 1 ноября в четвертой строке, 1 ноября 2011 года. Ну и еще в строке Д мы можем дать время. Время в вот таком вот формате, 24 часовом формате, где в данном случае написано 5 часов 58 минут 44 секунды. Итого в строке 5 полная дата и время, 5 часов 58 минут 44 секунды, 16 ноября 2011 года. Ну, скажу вам откровенно, такое редко бывает нужно. Как правило, обходится годом либо годом и датой. Итак, это одна из основных групп параметров нашей таблицы. Вторая группа полностью повторяет первую, только описывает конец события. Если событие имеет продолжительность и вы знаете эту продолжительность, ну, например, собор создавался с 1544 по 47 год, тогда вы можете задать и начальную дату и конечную. Вот в строке 5 мы видим, что событие закончилось 16 ноября в 7 часов 30 минут. Я вам хочу сказать, что в этом случае, если указана и конечная дата, то событие на оси времени будет обозначаться не точкой, а отрезком. Дальше идет достаточно важное поле, которое помогает сделать нам нашего оси времени красивее. Это DisplayDate. То есть это та дата, которую вы хотите, чтобы была воспроизведена явным образом над описанием события. Давайте посмотрим на нашем примере, есть ли тут подобные примеры. Да, вот, например, дата, которая обозначается вот так. Это не та дата, которая появляется вот в этих вот полях. Это дата, которая появляется в поле DisplayDate. Таким образом, еще раз, если мы хотим, чтобы наш интервал времени был бы записан явным образом над названием нашего события, мы должны заполнить поле DisplayDate. Следующие несколько полей описывают уже само событие. Давайте ознакомимся с ними. Поле Headline. Вот оно, это поле. В этом поле мы описываем заголовок нашего события. Ну, например, празднование нового 2015 года. Это текстовое поле. Это текстовое поле, которое будет показано на оси времени крупным шрифтом. Ну, в данном случае вот, вот этот заголовок. Следующее поле, поле текст. Это основное описание событий. В этом поле мы можем задать основное содержание событий. Если мы вернемся к нашему примеру, то таким вот полем будет вот это вот поле. Итак, здесь располагается основное описание событий. Следующее поле, это поле медиа. Одно из основных полей нашей таблицы, определяющих внешнюю медийную привлекательность нашего таймлайна. Это ссылка на медиа, ссылка на изображение, на видеофрагмент, на какой-то сервис и так далее. С полным содержанием этого поля мы познакомимся в отдельном ролике. А сейчас продолжим описание полей. Следующее поле, это поле медиа кредит. Это поле, который позволяет нам указать источник нашего медиа. Кто опубликовал первым данное изображение, чьи права на видео и так далее. Следующее поле, это медиа капшн. В этом поле мы можем указать краткую подпись к картинке. Сейчас мы увидим, как эти поля располагаются в таймлайне. Вот это поле, это поле медиа. Здесь появляется основное оформление нашего таймлайна. Это картинка, видео или какой-то сервис. Вот здесь располагается описание данной картинки. И вот здесь располагается поле со ссылкой на первоисточник данного изображения. Вот эти три поля. Вернемся к описанию полей и посмотрим, какие еще поля есть. Есть поле медиа-самбенейл. Оно, как правило, остается незаполненным. Но, тем не менее, об этом поле я вам расскажу и чуть позже покажу. Вот это поле. Оно маленькое, но иногда достаточно полезное. Сейчас я его отмечу. Оно позволяет нам в этот кусочек пространства записать свою пиктограмму. Можно записать туда маленькое изображение той картинки, которая изображается выше. Можно какую-то туда поместить иконочку или любое другое свое фирменное изображение. В данном случае это поле не заполнено, но я вам покажу, как его заполнять. Следующее поле Type. Это поле особенное. Особенное оно тем, что вот это поле, что оно может иметь единственное значение. Если оно имеет значение, то это значение должно обозначаться словом Title. Тогда это означает, что данное изображение используется как титульное изображение для оси времени. В этом случае игнорируются поля от A до H. То есть не принимаются во внимание те даты, которыми заполнены эти поля. В любом случае это изображение будет первым. Это изображение будет первым. Можно считать, что это просто обложка нашего таймлайна. Следующее поле это поле группы. Поле достаточно интересное. Не всегда его надо использовать. Если мы хотим, чтобы все наши события располагались в разных группах и показывались в разных рядах таймлайна, это можно сделать при помощи заполнения этого поля. В этом поле может располагаться любое слово. Количество разных слов определяет количество групп, на которые будет разбит наш таймлайн. Однако не надо злоупотреблять. Я не советую вам делать много групп. 2, 3, 4 это тот максимум, который будет красиво отображаться на таймлайне. В нашем примере мы не видим групп. Но если бы они были, то они располагались бы вот здесь. Сейчас я вам покажу. И, соответственно, было бы несколько полей вот таких вот. У меня немножко неровно, но суть вы поняли. И, соответственно, все события, которые принадлежат той или иной группе, располагались бы вдоль вот этих вот линий. К сожалению, такой мощный инструмент пока не является интерактивным. И нельзя включить или выключить определенную группу. Я думаю, что у разработчиков есть такие задумки, но они их пока просто не реализовали. И пока единственное, что можно сделать, это расположить группы вдоль вот этих вот линий. Ну и последнее поле. Это поле background. Поле, которое позволяет выбрать цвет фона. Цвет фона. Сейчас я вам это поле обозначу. Если вы ничего не пишете в этом поле, цвет фона будет белым. Но, кроме того, вы можете сюда вставить описание цвета вот в такой вот нотации. Это привычная для тех людей, которые работают часто с фотошопом или с HTML. Это понятная нотация. Это номер цвета, где каждые два символа могут описывать цветовую составляющую. красный, синий или зеленый от 0 до 255 или от 00 до FF. В данном случае 333 это обозначение темно-серого цвета. Ну и также сюда можно вставить ссылочку на фоновое изображение. Вот и все, что надо знать о полях таблицы. В следующих роликах я вам покажу, каким образом эту таблицу можно заполнить. И какие значения полей в нее можно вставить, чтобы получить наилучший результат. Коллеги, ну вот в целом и все, что я вам сегодня хотел сказать. Я вам хочу передать еще одну ссылку. Вот это вот. Это ссылка на плейлист в моем личном ютубовском канале, где подробно рассмотрены разные возможности таймлайнов. Не только таймлайн.js, но и других. И там есть еще дополнительные ролики, которые вы можете посмотреть при желании. Вот сегодня мы за час рассмотрели тот материал, который обычно я на своем курсе даю за 3 часа. Достаточно кратко рассмотрели. Но я думаю, тем не менее, достаточно все-таки подробно для того, чтобы можно было начинать работать с этим сервисом. Честно говоря, когда я 3 года назад начинал с ним работать, у меня вообще никаких материалов не было. Сам help, он конечно помог на таймлайн.js, но он все-таки достаточно скудный. Пришлось разбирать самому. А вам уже проще, у вас есть какие-то материалы. И я вам категорически советую этот сервис использовать, потому что он просто классный. И он позволяет сильно оживить наш учебный контент. А как его использовать, это каждый может придумать для своего предмета самостоятельно. Да, ну и тут еще вот был вопрос, можно ли использовать кириллицу. Да, конечно, можно. И вы в этом могли убедиться на примере нашей страницы вебинаров. Если вы еще раз откроете нашу страницу вебинаров, которую открывали в самом начале, вы увидите, что у нас в конце страницы есть интерактивное расписание. Вот, кстати, мне очень нравится делать расписание чего-либо в виде таймлайна. Это очень наглядно. Вот. И вы видите там, что это все сделано в кириллице. И более того, там ссылки есть. В общем, достаточно такой развернутый может быть этот сервис. Вот. Ну и, коллеги, вот у меня сегодня все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Следующий вебинар будет посвящен интерактивным путешествиям. Это будет такой же интересный сервис. Приходите 2 июня ко мне. Я вам снова поделюсь вот такой вот интересной информацией, конкретной, с показом, как это все работает. Ну и хочу сказать, что следующий мой вебинар, видимо, будет последним в этом полугодии. У нас еще будут вебинары других экспертов, другие спикеры будут выступать. Но мой вебинар будет последний 2 числа. И я с вами буду встречаться только в качестве ведущего вебинара. Ну, в смысле помогающего вести вебинар. Вот. А полноценно мы с вами встретимся уже тогда осенью. Ну что ж, коллеги, спасибо всем за то, что вы пришли на мой вебинар. Я очень рассчитываю на то, что вы это будете использовать, потому что я являюсь большим сторонником использования подобных элементов в нашем учебном контенте. И думаю, что это будет полезно как для вас, так и для ваших студентов. Всего вам хорошего. Я еще 5 минут остаюсь в чате. Если у кого-то будет вопрос, задавайте. Вот. А так встретимся на следующих вебинарах. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok